Возможная экономия, рассказал руководитель департамента, до 70 миллионов рублей. Такого экономического эффекта планируют добиться, во-первых, благодаря слиянию групп предприятий Клатаревская Автотранс и Сочи Автотранс. Во-вторых, планируется освободить предприятия от непрофильных активов. Иными словами, земельные участки, здания и сооружения будут сдаваться в аренду. Еще один источник – это внедрение безналичного расчета, что позволит отстранить водителей от денег и получать реальные доходы, которые зависят только от пассажиров от дома. И еще один выход – это сокращение персонала. Сколько мы сэкономим в этом году? Я планирую к концу года около 60-70 миллионов экономий. Она связана в основном и с сокращением персонала. Сокращаем инженерно-технический персонал, начальников сокращения. Водители и те, кто обслуживает перевозки, то есть самые главные люди в транспорте, они остаются и будут работать. Еще даже, может, рассмотрим вопрос о повышении зарплаты. Зашла речь о повышении качества обслуживания пассажиров. В случае некорректного поведения водителей можно обратиться на круглосуточную горячую линию городского департамента транспорта по телефону 264-26-56. Также можно отправить в департамент смс на телефон доверия 8-918-665-26-65.